14 лет назад свою спортивную карьеру закончила трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова. Это событие Великая Лыжница уже который год отмечает, организуя детские соревнования. В этот раз в них приняли участие 700 человек. Наш корреспондент Артем Макаров познакомился с юными спортсменами. Очередной турнир на призы Анфисы Резцовой состоялся на лыжной базе «Снежинка». На открытии соревнований побывал руководитель администрации «Химок». Владимир Слепцов поприветствовал участников и пожелал им выступить достойно. Все, что касаемо биатлона, лыжного спорта. Город в этом деле преуспел. У нас есть возможности, у нас есть база для того, чтобы здесь ребята выступали на соревнованиях, ребята готовились, но и ребята готовились быть чемпионами на более высших соревнованиях. Главная героиня этих соревнований трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова. Собрала под свои знамена 45 команд. Около 700 человек приехали на «Снежинку», причем не только из столичного региона. Немало участников прибыло из городов Центрального федерального округа. У нас каждый выходной практически проходит соревнование. На самом деле у нас очень классная база лыжная. В свое время, 14 лет назад, мы начинали стартовать, вот там вот у нас стартовая поляна есть, и мы начинали стартовать без всяких условий. И вот уже восьмой год мы проводим вот здесь, в хороших шикарных условиях. Вот это наша база. Подмосковью я считаю, что одна из лучших. Все участники разбиты на четыре категории. Самый младший спортсмен родился в 2008 году. Старшим скоро исполнится 16. В зависимости от возраста определяется и расстояние, которое необходимо преодолеть – от километра до пяти. Те, кто приходят к финишу, знают свой результат точно. Участие человека в подсчете сведено к минимуму. Этого позволяет добиться фото-финиш. Хоть соревнования детские, но отношение к ним самое, что ни на есть, серьезное. Одна из лучших моих гонок. Именно так говорит москвичка Алина Приходько. Девочка готовилась к Химкинской лыжне несколько месяцев. Регулярно ходила на тренировки. Тренер занимался с ней индивидуально. Мы готовились с тренером, катались на Валюшкинском парке. У нас сколько по времени? Долго? Ну, часа два каждый день. Не каждый, там четыре раза в неделю. На пьедестал победителей Алина сегодня не поднялась. Несмотря на это, девочка планирует приехать на соревнования Анфисы Резцовой в следующем году. Артем Макаров, Алексей Козеров. Служба новостей.